Рискуй и будь живой. Я попробую описать, что это значит, будь живой. Когда мы говорим, будь живой, почему это рискуй? Может быть, удастся в нескольких словах описать идеологию витальности, идеологию быть живой. И когда мы вчера на тренингском сборе решили, что эта лекция была бы полезной, я бы пытался подумать, надо ее содержать. И планировал вам рассказать о том, как важно быть честным в контакте с другими людьми, как важно строить контакт, основываясь на присутствии. И как важно быть внимательным к тому, что происходит в контакте с вами, в контакте с другим человеком, когда вы смотрите на него. И, конечно же, быть живым довольно сложно, опасно по нескольким причинам. Хотя это, на самом деле, странная такая штука, потому что, на самом деле, быть живым... Здесь у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость в том, что живые люди не болеют. И в этом построена вся идеология нашей психотерапии. То есть, если вы рассмотрите вот эту витальность, вот это ощущение быть живым, то, в общем, скорее всего, вы перестанете париться на предмет симптомов, которые мучили вас за много лет. Вы забудете о них просто. Плохая новость заключается в том, что живые люди еще и ранятся. Если бы вы были деревянным или пластмассовым, то вы бы не ранились. А вот живые люди, они ранятся. В связи с этим возникает, собственно, оборотная сторона вот этого ощущения, что я живой, в том, что любой человек, который оказывается рядом, любое его слово, ну или не любое, он может вас ранить. Вот. И поначалу ощущение быть живым приходит раньше, чем способность как-то адекватно гибко обращаться с теми реакциями, которые приходят извне. Вот. И поэтому, собственно, как правило, если мы отрываемся другому человеку и так живем, душа нараспашку, то в эту душу могут попасть всякие разные, там, не знаю, камушки, удары, плитки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, довольно трудная вещь заключается в том, что когда вы уже осознаете происходящее с вами и смотрите на этого другого человека или на группу людей, которые здесь на интенсии, то возникает с этим много чувств. Ну, например, страшно сказать вот о том, чего вы хотите, например, или о том, что вы чувствуете, или какую-то вашу историю рассказать. Страшно, например, что вас не поймут или поспирятся над вами, вот, или, там, не знаю, просто проигнорировать, что еще хуже, да. Влад еще посмеются, хотя бы будет некий сигнал, что вы есть. А то же могут и просто проигнорировать. Следующий. Или, например, это может быть все очень стыдно, потому что то, что вы расскажете, оказывается довольно интимным, вот, а переживательства вы еще не увидите. И вот, когда думаете, что об этом сейчас скажете, у вас сердце начинает набешено биться, кровь поступает к щекам, появляется пот, и вы начинаете опускать голову вниз. И, нет, это никак не скажу, это ужасно, потому что, как правило, стыд основан на предположении, что другие люди будут как-то видеть меня каким-то некрасивым, ничтожным, смешным, нелепым и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, пожалуй, вот вся психотерапия, она устроена на том, что мы помогаем людям быть честными в выражении себя, быть честными в размещении того, что есть в вашем сердце, в контакте с другими людьми. Это программа минимум, которую вы можете сделать, научиться обращаться с тем, что вы уже осознали, осознали, правильно так, наверное, в контакте с другими людьми. Ну, и как то, посмотрите, сегодня подблюдайте с собой, на второй тренинг, как вы наблюдаете, те чувства, те желания, те истории, которые у вас появляются в вашем сердце. И вам хочется рассказать вот этим людям, которые сидят там против вас сейчас. Вот эта группа из 12 человек, или вот этот тип человек, вашей генеральный терапевт, или ваш клиент, кстати, все сказано вновь, а в полной мере характеризует жизни терапевтов. Потому что бывает так, что терапевты же это важные люди, а если они первый раз приехали, они очень важны. Поскольку главная задача сейчас заключается в том, чтобы усидеть на этом стуле и как-то помочь этому несчастному человеку, который сидит напротив. Ничто не отдаляет вас от способности быть живым, чем желание улучшить свою жизнь. А если это желание превратилось в намерение, то вы просто движетесь в другую сторону. Как в том анекдоте, когда мужик заходит в эстонский автобус и спрашивает, «Наталья на далеко?» Все посмотрели на него, отвернулись, и опять ездят. Едет какое-то время, еще и еще и спрашивает, «Наталья на далеко?» Снова молча, они вот так поворачиваются, и опять поверачивают. Еще проходит полчаса, спрашивает, «Наталья на далеко?» И они уже к ней, они поворачивают, и уже далеко. Примерно так. То есть, если вы правда начнете улучшать свою жизнь, то беда случится. То есть, когда вы движетесь прямо в противоположную сторону от того, чтобы быть живым. Вот это такая важная вещь. Короче, вот то, что я вам сейчас рассказал, просто скучно и банально. На этом основана вся психотерапия в 21-м столетии. На этом появилась гештальтерапия. Если вы знаете, гештальтерапия появилась в 60-70-е годы на волне движения хиппи, тогда было модно говорить о все, что думаешь. Вот что есть сердце, то и говори. Крутая фишка, правда? На этом, кстати, гештальтерапия была продана. Потому что гештальтерапия, на самом деле, гораздо круче, чем этот тезис. Вот. А продана она была именно в тот момент, когда попала в струю такую. Как? Это теперь можно говорить, что я хочу. Что правда есть в моем сердце. И это правда очень целебная штука. Друзья, если вы с интенсива уедете с ощущением, что вы можете обращаться с тем, что проявляется в вашем сердце более честно, смело и прямо, то это уже будет крутое достижение интенсива. Вот. Правда, ну видишь, по праву, что я бы хотел сделать, прежде чем я перейду к лекции, к части лекций, которая гораздо интереснее. Вот. А именно. Что если вдруг вы освоите вот эту, ну как, такую штуку, что почувствовали в себе нечто, ну не знаю, например, смолится другая учебка, а у вас, например, злость к нему, и вы говорите, я смотрю за тебя. Если смолится другая учебка, и у вас появилась какая-то, не знаю, теплота, и вы говорите, ну не так тепло с тобой, и он, например. То есть если вы не будете ничего сдерживать, то, в общем, это круто. Вот. Но со временем возникнут две проблемы. Первое. Если вы, собственно, останетесь внимательным, к происходящему, скорее всего, осознавать, вы будете гораздо больше, чем у вас будет время и способность об этом сказать. Ну то есть, вообще, например, вот те люди, которые попадают в программу подготовки и считают терапевтов, как правило, уже через год осознают гораздо больше, чем в начале. А через два года осознают больше, чем способность сказать, даже если вы все время говорили. Понимаете, да? То есть просто осознавать вы будете больше. Вот. И сказать обо всем вы просто не успеете. А вторая вещь еще более сложная. В этой идеологии, по которой я сейчас описал, легко честность заменить правдой. Вот. И тогда вы превратитесь в известный идеал. Если кто, мои ровесники, или чуть-чуть младше, или уж точно старше, все выросли на истории про пионеров-героев, и один из них Павлит Морозов. Так вот, если вы будете, у вас появится только одна ценность, говорить правду, то вы превратитесь к такого правдолюбца. Как правило, эти люди несчастные, больные точно так же. А почему, знаете? Вот вроде делают все, о чем я сейчас сказал. Вот что есть, то и говорят. А весь фокус заключается не в этом. Весь фокус заключается не в том, что вы говорите, что происходит сейчас с вами, а фокус заключается в том, внимание, вот это прикольная, интересная такая штука, что вы выбираете это сказать. Поэтому, если в какой-то момент вы выбираете не говорить чего-то, вы поступаете точно так же здорово, как выбираете сказать. Более того, если вы не можете не сказать, то автоматически вы не можете выбрать и сказать. Понимаете, да? Когда вы превращаетесь в такого робота, который усвоил из дистанции паракетмы только эту вещь. Нужно говорить все, что сейчас с вами происходит. И желания ваши тоже оказываются наиболее важными. Например, вот те люди, которые только начинают освоить, не считаете дорогие, начинают понимать одну очень важную вещь. Она правда очень важна. Она заключается в том, что в том, чтобы быть здоровым, нужно быть внимательным в своих потребностях. Чувства, даже это еще не так важно. Впрочем, как важно то, какие потребности за ним стоят. Если вы научитесь удовлетворять свои потребности каким-то прямым и самым простым образом, то будет вам счастье, будете вы здоровы. Но в какой-то момент появляется опять вот эта же проблема. А способны ли выбирать, как, когда удовлетворить свою потребность, с кем, как часто и стоит ли вообще прямо сейчас. И вот это очень важная вещь. То есть, если вы научились только замечать свои потребности, то вы и не способны еще выбирать. то тогда вы снова превращаетесь, я обычно вот таких людей называю обезьяны с гранатой. Поскольку осознают уже много, а обращаться с этим еще никак не могут. А потребности его как много бывает. А представьте, вы все начали удовлетворять. Это может оказаться очень-очень трудным. И с этим снова, что стоит возможность. Ну, то есть, необходимость выбора. Вы как, когда будете удовлетворять потребность? Как будете удовлетворять потребность? С кем будете удовлетворять потребность? И вообще будете ли удовлетворять сейчас или нет? Вот. Поэтому, как вы не sabe понимание, вот эту ценность, чувство потребности, ведет никого в таком, не знаю, ну, эгоистову что ли, когда recuper это только свои потребности, и не в состоянии заметить других людей. И тут я приступаю к выходной части лекции. Слава Богу, со скучной частью лекции мы покончим. Есть у вас вопросы по этой части? Нет, Джоша? Тогда движемся дальше. Что же значит быть живым? Вот как это быть живым? Помимо того, что вы замечаете себя, осознаете себя и способны даже об этом говорить. Что значит быть живым? Я бы ввел несколько критериев вот этого ощущения «я живой», этого состояния. Первое. А это такая наиболее важная вещь. Это ощущение, что вы присутствуете сейчас. Вот, казалось бы, такая простая вещь. Вот вы присутствуете сейчас? Ну, конечно, вы же принесли свои задницы сюда, на лекцию, посадили, посмотрите на лекцию, даже слушайте. Чем не присутствие? Вот. Но если бы вы были сейчас честными, то обнаружили бы, что значительная часть из вас просто отсутствует и думают, какая классная погода сегодня. А вот вы не сидите на лекции. А что это делает Дима со своим телефоном? Вот. А почему свет светит таким образом? А что нарисовано на этой картинке? Боже, а уехав неделю назад без дома, я же оставил, кажется, включенную воду. Да? Ну и так далее. Да? То есть, на самом деле, большую часть времени мы не присутствуем в своей жизни. Что такое присутствие? Вот я бы ввел такую штуку, но не как присутствие буквально интересное, а присутствие своей жизни. Вот это важная вещь. Мы можем присутствовать своим там телом, мы можем присутствовать своими какими-то, не знаю, желаниями, потребностями даже, но может совсем не присутствовать в своей жизни. Почему? Потому что большая часть того, что вы думаете сейчас про себя, самая плохая, большая часть того, что вы делали в вчерашнем упражнении, чего вы хотите от этого интенсива, не является сутью вашей жизни вообще, не имеет никакого отношения. И то, что вы хотите сменить в вашей жизни, приехав сюда на интенсив, пойдя на вашу терапию, там, Киев, Минске, Екатеринбурге, Москве и других городах и странах, и все, что вам придут, я из разных стран, вообще может не иметь ничего общего в вашей жизни. Почему? По одной простой причине, что большую часть нашей жизни мы живем концептуально. Вот что такое концепция? Вот тут мне нужно пояснить одну вещь. Концепция – это не набор каких-то, не знаю, тезисов, которые связаны друг с другом и описывают какую-то часть реальность. Ну, не знаю, психологическую, физическую или какой-то еще. Когда я говорю слово «концепция» здесь, это, я сейчас попробую дать максимально простое определение, концепция – это привычка видеть мир таким, каким он для вас является, да, то есть вот и желать то, чего вы хотите. Ну, то есть концепция – это такой набор феноменов. Да, кстати, я не предупредил, а это, наверное, важная вещь, что вторая вот эта часть лекции, несмотря на то, что она интереснее мне, может быть гораздо сложнее для вас. Вот, поэтому, если вам что-то непонятное, вы поднимаете руку, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот поэтому можете смело просто поднять его, вы скажите, вот я не понял, чуть-чуть такое, хорошо? То есть больше честь того, как вы живете, даже то, чего вы хотите. Вот хотите вы, не знаю, там, богатого мужа. Кто хочет богатого мужа, вынимите руку. Так мало людей? Ну, хорошо. Кто хочет быть счастливым? Так счастливым. Кто хочет еще двух детей? Кто хочет своих избавиться? Кто хочет, чем кого-то здесь есть отдать кому-нибудь? Слава богу, 3, 4, 5, 6 частных людей нашлось. Не так много на интенсив 150 человек. Ну, то есть, мы привыкли чего-то хотеть. Мы привыкли, кроме всего прочего, чего-то чувствовать. Мы привыкли строить отношения тем способом, к которому привыкли. Мы привыкли утром видеть одного и того же мужчину, который просыпается рядом с вами и не всегда это приятное зрелище. И вот эта привычка видеть мир, ходить в этом мире, чувствовать в этом мире, я и называю концепцией. Представили себе, да? То есть, представьте себе наборную туску типографию. Представили, да? Такая хрень, которая опускается на бумагу. Вот вы представьте, что такая же хрень опускается на вашу жизнь. И штанпует ее. И у вас каждый день один и тот же. Ну, не совсем как с героем Билла Мирея, но очень похожи. Дни похожи. Что? Бум, бум, бум. В одних и тех же ситуациях вы испытываете одни и те же чувства. Вы сегодня придете в группу и словите себя на тех же чувствах, которые были вчера. Конечно, инновации какие-то могут быть, слава богу, для этого и не существует интенсив. Ну, в общем, соблазн. То, что вы видели, будет всегда. Вот. И поэтому, собственно, на самом деле мы имеем опыт не с жизнью самой по себе, а просто с неким тиражом этой жизни. Ну, то есть, с некой ее редакцией, которая нам в какой-то момент понравилась. Когда я говорю слово «понравилось», это не значит, что в какой-то момент вы сели, они почесали затылок и решили, что вот такая жизнь мне нравится. И решили жить такой жизнью. Многие люди, и здесь присутствующие, возможно, в том числе, решили в какой-то момент, что они будут жить вот совершенно по-другому, не так, как их родители. Вот просто жизнь построена принципиально на других основах. А потом через 10-15 лет после этого радикального решения, важного, вдруг заметили, что живут они каким-то похожим образом. То есть, шли просто, ехали в Москву не через Владивосток, а через Курск. Вот, на общем, оказались примерно в том же месте. Вот, и к детям, вот, детей будут воспитывать, и все. Вот, совершенно, более того, знаете, самый прикол какой-то? Что и правда воспитывают и по-другому. А почему-то они носители являются вот точно такой же культурой, как и бабушка и дедушка. Вы уже даже изолировали от бабушки и дедушки. Они видят их в 2-2 года. А все равно, вот в чем прикол, да? Так вот, здесь очень важная вещь. Большая часть концепций передается, ну, то есть, формируется не потому, что вы решили быть таким. И в этом большая проблема. Потому что, если бы вы правду могли принимать решение о том, каким вы хотите быть, не нужно только на психотерапию тратить год, два, три, четыре, пять. Поднимите руку, кто вот в терапевтической атмосфере, в терапевтической тусне находится уже 5 лет? Опа! Примерно четвертью часть концепции. Ну, пятая часть, так точно. А кто в этой терапевтической тусне находится 3 года? Ну, что, 3, что, 5. Похоже, он затягивает. Уже все равно. Если попал на 3, то все. После этого пусть тот скажет, что личная терапия не секрет. Понимаете, да? То есть, поэтому терапия длится долго. Если вы могли принять решение быть счастливым и стать счастливым, все равно прикольно. Вот прямо сегодня, в этот день, я полагаю, что десятки или сотни тысяч людей сидят по всему миру на тренингах, которые называются «Как стать богатым?», «Как стать счастливым?», «Как выйти замуж за миллионера?», «Как стать здоровым без посторонней помощи?», «Как правильно воспитывать детей?», «Как завладеть вниманием аудитории?». И несмотря на то, что большая часть людей уже забыла книгу Дэвил Картеги, я думаю, и сейчас десятки тысяч людей на какой-нибудь 157-й странице читают, как завоевывают друзей, оказывают влияние на людей. Что там еще? Все, да? Понимаете, да? Что самое интересное, друзья? Как вы думаете, сколько из этих людей станут счастливыми, заведут богатого мужа, если можно так говорить? Что с богатым мужем выходит замуж? За богатым мужем действительно зарабатывают первый свой миллион в 56-ти… 26-ти километров, 56-ти километров. Как думаете, много таких людей? Два. Почти нет. Два. Почему? Из каких? Из всех. В общем, очень мало на самом деле. Почему? Потому что на самом деле попытка изменить свою жизнь при помощи, ну какой-то, не знаю там, технологии создания альтернативной концепции, ну то есть принятие решения, я буду счастливым, все равно с счастливым стану, все равно с счастливым стану, все равно с счастливым стану, даже если без тебя. Подобно примерно тому, что вы пытаетесь бороться, к примеру, с отбойным течением в Атлантическом океане. Кто-нибудь попадал в отбойное течение? Да. Удавалось бороться? Бороться, да. Побеждать? Побеждать нет. Единственный способ, которым можно выжить, попав в отбойное течение, ну в морское еще можно взять там, ну 45 градусов к берегу или еще меньше угол и пытаться плыть. В океаническом течение лечь на спину, отдаться в воде и только так вы выживете, оказавшись примерно в двух-трех километрах по берегу в стороне или в пяти. Или, а так зависит от того, насколько вы сможете отдаться этому процессу. Если сможете отдаться хорошо, то уже вы окажетесь в пяти километрах по побережью. Если не очень хорошо, то мертвым, то все равно окажетесь там. Вот это очень важная вещь. Поэтому люди решили, что они станут наконец богатыми. Пришли на тренинг, как стать богатым. К примеру, я утрирую. Таких банальных тренингов уже, слава богу, не существует. Все-таки успехологи совершенствуются. Ну, например, я не знаю, какое название нам придумать. Все правильно ставят цели, визуализируют цели, даже записывают на Новый год, сжигают, бросают в бокал с шампанским и выпивают. Но все равно остаются бедные. Кстати говоря, на самом деле это полезная штука, потому что правда, то, что вы запишете, это же работает частично, на уровне субистрии. Или субистрии, как правильно сказать. Ну, то есть, если вы правда, то запишите классное желание, которое вам очень важно, но реальное. В виде цели. Оно должно звучать в виде цели. И съедите это на Новый год. Лучше предварительно сжечь, потому что есть неудобно. Пробовал несколько раз, трудно. Лучше сжечь полностью, в бокал и выпить. Друзья, желание может умиротвориться. При одном условии. Знаете, как? Условие заключается в том, что вы дальше будете делать в своей жизни. И вот здесь существует несколько разных способов, как многие люди, вы в том числе, пытаетесь быть живыми. Я попробую их перечислить. Первый способ. Первый способ. Одинаково дурацкий способ. Я сразу забегаю вперед. Скажу, потому что ни один из них не ведет к успеху, как правило. Ну, к здоровью, счастью, физи. Первый способ. Он заключается в следующем. Что жизнь, на самом деле, это что-то, что не является мною. Она находится где-то во мне. И просто вот этот дождяк жизни нужно привести в мою жизнь. Когда, собственно, что делают люди? Они пытаются свою жизнь заменить чем-то, что находится извне. Ну, например, экстремальные виды спорта, прыжки, спорта. Это, на самом деле, все неплохо. То есть, я не критикую экстремальные виды спорта, прыжки с порошоком и так далее. Я критикую способ жить, скорее. Если вы правда думаете, что жизнь находится ваша где-то в окне, во внешних впечатлениях. Объехать все страны мира. Или объехать в самых крупных странах все города. Попробовать все. Но, скорее всего, это ведет, как в том анекдоте. Помните, когда мужик поймал золотую рыбку? Она говорит, могу исполнить любое твое желание. А он говорит, я хочу, чтобы у меня все было. Она говорит, боже, у тебя уже все было. Вот примерно так чувствуют себя люди, которые пытаются разнообразить свою жизнь посредством привнесения в нее, чего-то рисуне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...